Есть ли у вас преемник, хотелось ли бы вам, чтобы вообще существовал такой человек? Слушай, ну я не президент страны, уважаемый, и не монарх, преемник, я знаю, вообще я не понимаю, этот вопрос я не понимаю. Александра Сергеевича Пушкина спросите, что бы он сказал? Я не Пушкин, я Пушкина. Честно говоря, мне все равно, есть преемник, нет преемника. Я знаю, что есть масса людей, которые пишут тексты, пишут стихи в своем стиле, кто-то подражает мне. Я этого, правда, честно говоря, все смеюсь, когда я их читаю, потому что они почему-то зацикливаются на демонах, на дьяволах и на ангелах, либо на древнерусских воинах. Хотя, в общем-то, у меня такой зацикленности нет. Так что этот вопрос мимо. Мне все равно, есть у меня преемник или нет. А как вы оцениваете, так сказать, современную индустрию рок-текста? Много ли у нас мастеров, создающих тексты, как на русском, так и на иностранных языках? Так, уважаемый кот, не знаю, я, во-первых, не знаю всех мастеров, а тех мастеров, которые я знаю, меня вполне устраивает. Но это в основном из старой гвардии. Из молодых таких вот, вот совсем свеженьких, новеньких, я не знаю, ну кто-то там, допустим, написал один удачный текст песни, да, который, ну, по моим понятиям отвечает тому, что должно быть, ну, условно говоря, в тяжелой музыке. Но это не значит, что это уже все, он уже включился в рок-индустрию, или там два текста, это ничего не значит. Если человек проработал, просочинял год, два, три, пять, вот тогда можно говорить, кто вписался, кто не вписался. Для меня вот в последнее время, я очень увлеклась, раньше каюсь, особого внимания не обращала на группу оргер-праведников, не все это понимают. Но мне вот Калугин близок по образам, по его пониманию, как он поворачивает темы, по его начительности, вот мне кажется, что он прекрасно вписался. Можно ли это назвать индустрией? Я, например, считаю, что у нас вообще нет рок-индустрии, никакой, ни музыкальной, ни текстовой, ни имиджевой. Это все отсутствует. То, что у нас еще осталось, надо это ценить. То есть тяжелая музыка умирает с жанровой, умирает популярности такой нет, как это было раньше. На смену приходит вполне естественный процесс, на смену приходят другие направления, которые интересны молодежи. Но вот как таковой рок-индустрии, ну это смешно об этом говорить, просто смешно. Об этом может рассуждать только человек, который совершенно не понимает, что на самом деле мы имеем, и что сейчас вот в этих кругах творится. Так что я могу назвать Сергея Калугина, ну с моей точки зрения прекрасно. Прекрасно продолжает в роке работать Григоря. Вот его последний альбом, то, что он делал до этого, в крематоре, мне не очень как-то, ну, а здесь очень такие какие-то пронзительные тексты у него получились. Ну, с своего же юморком, но, то есть как-то старая гвардия мне ближе, я скажу так. То, что писал раньше для рока Александр Шаганов, прекрасно было, очень мне нравится. Вот, а вообще, мое глубокое убеждение, музыканты должны писать тексты на свою музыку сами. Вот, со стороны привлекать наемников, ну, не знаю, на Западе тоже такое случается. На иностранных языках для меня по-прежнему остается эталоном, это, извините, группа Iron Maiden, там, где Брюс пишет стихи, ну, очень интересные стихи. Ну, это опять тексты и очень интересные темы, очень жалко, что где-то вот по мыслям, может быть, перекликается, но он успел это сделать первым, потому что у нас все это дольше происходит, да. Но здесь большой роль играет значительность человека, его, так сказать, интеллект, его IQ, вот так вот скажем. Вот, и вообще интересные вещи, вот я перечитываю, переслушиваю, допустим, Дио, как это все, ну, у нас, я, честно говоря, аналогов к западным товарищам я не находю. Вот, может, оно и к лучшему. Есть ли в вашем творчестве период, который вы бы могли назвать золотым? Рано еще об этом говорить, я не знаю, что будет дальше, может быть, самый самородок, золотой слиток еще впереди, я не знаю. Ну, то есть, по вашему ощущению, у меня сейчас нет такого, что какая-то высшая точка, вот у вас уже какая-то... Ну, а как я могу сказать о себе, была у меня высшая точка или нет? То есть, это на суд общественности? На суд понимающей общественности, я бы сказал. И, может быть, неудобный вопрос, не знаю, зарабатывать на текстах для музыки, это вообще возможно в наши дни, или же данное ремесло становится жестом бескорыстий и любви к музыке? Уважаемый кот, я подозреваю, что вы один из тех, кто пытается писать тексты для песен. Я вам скажу так, кто-то очень успешно зарабатывает, тот, кто умеет это делать, тот, кто заточен на бизнес и у которого, человек, у которого все в порядке, скажем так, с основ совести. Я, как человек, который совершенно полный, профан в бизнесе, и мне, допустим, стыдно брать деньги с людей, которые мне пишут, там, говорит, Анатолий, а можно использовать такой-то ваш текст или другой? Как? Я не знаю. Ну, поэтому у меня нет машины, поэтому Денис знает мою квартиру, она их тоже. То есть я живу спокойно, очень хорошо себя чувствую, живу на те авторские, которые мне присылает общественная организация, российское авторское общество. Знаю людей в попу, в мире, которые прекрасно себя чувствуют, даже знаю их расценки, да, можно зарабатывать, но для этого надо войти как бы в эту группу. Потому что, если ты, допустим, какой-то начинающий человек пробивается к какому-то известному исполнителю, попу-исполнителю, то попу-исполнитель, деньги ему не платит. Отговори, дружок, будь любезен, оцени то, что я, такая звезда, исполняю твою письмо. То есть здесь, кто там давно, естественно, они умеют выбивать деньги и за эфиры, и за какие-то печати, там где что-то там, строчечку одну напечатали. Это всё есть, но вот мне кажется, что отсутствие рок-индустрии как раз сказывается на том, что люди, которые пишут тексты для рок-исполнителей, делают это, ну, как бы для себя, для души, чтобы быть в творческом процессе. Ну, не умереть с голоду, но каждый день бутерброды с акрой не кушать. И на Майорке коттеджи не покупать. И во Флориде тоже. Так что, если ты собрался на этом зарабатывать, уважаемый кот, деньги, то я думаю, ничего у тебя не получится. Николай Шиндин. Маргарита Анатольевна, здравствуйте. Песня «Никто». Кому она посвящается? Особо меня затронул припев. Заранее спасибо. Николай, она никому не посвящается. Эта песня написана, как бы, исходя из собственных переживаний. А припев, что там «благодарю за все, но все же». Это обращение к… можно считать, как обращение к Богу. «За все тебя благодарю, но все же». То есть, что-то все-таки, вот, все-таки ты сделал не так, да? А может быть, это обращение к человеку. «Благодарю тебя за все, но все же». Вот так вот. То есть, эта песня просто основана, как бы, на личном опыте. И все, никакого контейнера посвящения нет. Следующий вопрос. Владимир Широков. Известно, что в детстве вы были жителем Инстенбурга. Бывали, наверное… В Кенненхус. Да. Бывали, наверное, еще не до конца снесенном Кёнигсберге. Знаю, что цветок Майорана посвящен Калининграду. И вот интересно, эти два города вдохновляли вас на другие тексты? И каковы были впечатления от руины величественных прусских творений? Ну, когда я там была, в Кенненхусберге, это было очень давно, очень давно. И, ну что вот в детстве? Меня просто поражали груды красного кирпича, вот этого немецкого знаменитого кирпича. Вот на месте Королевского дворца. Про Канте, естественно, я ничего не знала тогда еще. Вот я просто помню, что когда мы ехали в ту сторону, мы проезжали огромное-огромное кладбище с мраморными ангелами. Вот это, видимо, засело очень глубоко мне в душу. И мы там сделали как бы остановку, на машине ехали. Вот и немножко прошлись по этому микрополю, у меня вообще кладбищенские привязанности. То есть мне нравятся вот именно кладбища, скажем так, католические, протестантские, но западные кладбища. Без этих оградок многочисленных, покосившихся крестов, хотя в этом тоже есть своя прелесть. А именно вот эти мраморные фигуры, плачущие ангелы, там, Мадонны, вот эти вот монументальные кресты. И проехали мы мимо этого кладбища и как раз ехали на территорию Калинингада нынешнего. И вот там вот эти груды кирпича, это, конечно, ужасно. Мне папа говорил, что это был Королевский дворец, там грудь такая лежит. Вот. Мы год всего прожили в Черняховске, но неизгладимое впечатление осталось от этого города, хотя он тоже разрушенный, и говорят, что сейчас-то, в общем-то, там тоже жизнь не сахар, и даже не все отреставрировано. Но я говорю, что впечатления детства, они всегда как-то сильнее, да? И вот мы жили в немецком коттедже там на улице Чапаева, на второй Чапаевской. Ребята присылали мне фотографии, но, мне кажется, не тот дом. Немецкий коттедж, вот этот вот немецкий порядок, шикарный сад, который моя мама с отцом, они буквально возродили. Там удобряли, и цветы посадили, и все это там, и кто постоянно жил, они еще удивлялись, и говорили, как возродилось все, зацвели пионы, зацвела сирень. Такой исключительный дом, хоть я бы не отказалась бы жить в таком домике сейчас, с видом на шикарный сад, недалеко озеро, где испытывался там, там амфибия в то время. И вот этот вот лес, о котором я рассказывала раньше, зимой, да? И там был каскад прудов, немцы разводили карпусы. И в этих прудах росли какие-то удивительные цветы, водяные, сахарные, как у них лепесточки были, как сахарные. И вот мы пытались достать, и вот один цветочек достали, он моментально вял. Ну, как из воды вынимали. Чуть не утонули, естественно. Никто родители об этом не знали. Вот. Ну, больше ничего такого, вот, что бы вдохновило на песни, где-то в прозе у меня это звучит, «Браморный ангел» у меня присутствует с того кладбища. Кант тоже где-то у меня фигуре ехает. Вот. Нет, Вадим, не было, но я думаю, что, может быть, еще что-то и будет. Не обещаю, но все может быть. Продолжение следует...